Итоги уходящей среды Как это было? Никакого фритюра, острых специй и вредных добавок. В рационе учащихся стало больше полезных блюд. Еда 10 из 10. Прям супер. Всегда все едим. Вкусно. Есть или не есть? Урожай 2022. На выходных стартуют сельскохозяйственные ярмарки. Также будет представлена продукция растений, саженцы. Что предложат фермеры? А также культурные объекты, бюджетное авто и приемный родитель. Минздрав обновил медицинские противопоказания для усыновления. Какие болезни в списке? Символ страны и всего белорусского. В преддверии Дня народного единства в Бобруйске выступил легендарный ансамбль песняры. Несмолкаемые аплодисменты, звонкое браво и чувство единения. Артисты с первых минут покорили сердца горожан, пели о важном патриотизме и родине. Кроме всеми любимых песен, таких как «Шервоное оружие», «Вологда», «Разом быть» и «Беловежская пуща» прозвучали композиции из нового альбома. В наше тяжелое время, которое сейчас в мире, очень важно быть рядом со своей семьей, со своими детьми, с людьми, с которыми ты работаешь. Для нас это такой очень важный праздник, потому что мы своим творчеством объединяем людей, объединяем людей разных стран. День народного единства в Бобруйске отмечают масштабно. 15 сентября пройдет региональный форум «Становление молодой семьи» на основе преемственности традиции. На базе БЦБ состоится открытый диалог о молодежном парке «Флэшмоб. Память в сердце». Завершится праздник велопробегом в Еловиках и патриотическим концертом. Калория к калории, витамин к витамину. В новом учебном году в рационе учащихся произошли некоторые изменения. Увеличился удельный вес круп и овощей, снизилось количество рыбы, соли и сахара. Появились новые блюда из мяса и молока. Татьяна Горбач о нюансах детского меню. Свежие щи, сочная мясная тевтеля, ароматная гречневая каша, хрустящие овощи и витаминный яблочный компот. Вот он, рацион современного школьника. Вкусный, питательный и, главное, полезный. Стоимость обеда для учащихся – 6-10 лет, рубль 95. Тем, кто постарше, обойдется в 2,20. У нас разнообразное меню, большой ассортимент. Все очень вкусно, стараемся готовить от души. В буфете у нас разнообразные пирожки, слойки, пиццы, и котлеты из горячего, отбивные, шашлыки, салатов у нас всегда не меньше семей в ассортименте, напитки разные. Ну и молочки у нас много, и сырочки, и йогурты 4-5 видов, и молоко детское, и кефир, все что угодно. 80% бобруйских школ, а это 19 тысяч учеников, кормит комбинат школьного питания «Куполинка». Организация в основном использует продукцию местного производства. Меню составлено с учетом физиологических потребностей молодого организма и дифференцировано по возрасту. Постоянно проводится цевитаминизация. Плюс берется во внимание сезонность блюд. Довольны дети, спокойны родители. Ежедневное меню составляется на основании перспективного меню, которое происходит санитарно-гигиенической оценкой в нашем управлении здравоохранения Бобруйских центров гигиены и эпидемиологии. Сырье, которое поступает от поставщиков до конечного срока реализации, оно проходит в контроль, как внутренний, так и ведомственный контроль. Отслеживаются все показатели качества и безопасности нашей продукции, которую кушают наши дети. В этом году цены на школьное питание выросли на 11%. Изменения коснулись и рациона. Увеличился удельный вес круп и овощей, снизилось количество рыбы, соли и сахара. Появились новые блюда из мяса и молока. В школах делается ставка на здоровое питание. Это касается даже буфетов, где дети покупают фастфуд. Кстати, его ассортимент заметно поредел. Полностью исчезли чипсы и газировка, а смаженки и хот-доги продают теперь только дважды в неделю. Талантливые повара 34-й школы знают, что любят юные гурманы. При этом соблюдают жесткие требования к количеству калорий, сбалансированности жиров, белков и углеводов. Способы приготовления щадящие. Никакого фритюра, острых специй и прочих вредных добавок. Вкусно ли тут корм? Да, еда 10 из 10. Прям супер. Всегда все едим. Вкусно. А какое ваше любимое здесь блюдо? Пюрешка с котлетой и любой суп. Но супы тут все вкусные. Хватает ли тебе школьной порции? Да, хватает. Ну, у нас 7 уроков в среднем. В принципе, хватает на целый день. Ну, я и завтракаю, и обедаю. В принципе, да, хватает. Потому что кушать хочется и вкусно. Не обходится и бесприятных бонусов от государства. Ученики первых-четвертых классов получают завтраки за бюджетные средства. И, конечно, как и прежде, многодетным семьям оказывается гарантированная поддержка. Горячее питание для таких школьников совершенно бесплатное. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Ключ в мир цифровых возможностей. В Могилевской области за год больше 20 тысяч человек оформили биометрические документы. Для пользования внутри страны применяется ID-карта. Для выезда за границу паспорт с чипом, где хранится информация о владельце. В том числе фотографии, отпечаток пальца и электронная подпись. Такие документы имеют значительно большую степень защиты, чем старого образца. Каждую неделю удостоверения нового поколения получают 2,5 тысячи белорусов. Мы можем принимать и выдавать биометрические документы на дому гражданам. Обращаться нужно в наше подразделение, по телефону нашей службы. Мы предварительно записываем гражданина, на какое время будет удобно, чтобы мы приехали. Плюс сразу просчитываем сумму, которую нужно будет оплатить гражданину. Выдают паспорт, ID-карту и гражданство. Специалиста можно вызвать по любому адресу в рабочее время. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от удаленности места. К слову, сократились и сроки изготовления. В обычном порядке документы оформляют за 15 дней, в ускоренном за 10, в срочном за 5. Приемный родитель, доступный транспорт и интеллектуальное развитие. Раз в месяц музеи страны станут бесплатными и для школьников. Какой день выбрали для посещений? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси растет заболеваемость COVID-19, однако темп в два раза ниже прошлогоднего. Главная причина – дети вернулись в школы, а студенты – в вузы. Не так давно в стране выявили новый штамм о микрониндзя. Этот вариант коронавируса распространяется намного быстрее и может ускользнуть от иммунного ответа. Некоторые операции Беларусьбанка будут недоступны 17 сентября. В частности, не получится выпустить виртуальную карточку в мобильном приложении и перевести деньги. Кроме того, с 6.30 до 18.30 нельзя будет подключить или отключить услуги СМС-оповещения. Причина – технические работы. Минздрав обновил медицинские противопоказания для усыновления детей. В перечне – туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ, сахарный диабет, некоторые болезни крови и щитовидные железы. Стать родителям не получится с психическим расстройством, травмами головы и даже при термических и химических ожогах. Белу-Джи создаст универсальный бюджетный седан. Сейчас предприятие работает в нише кроссоверов. Напомним, до конца года компания планирует выпустить 12 тысяч автомобилей. Удалось снять практически все нерешенные вопросы с китайскими партнерами. Кроме того, продолжаются переговоры с коллегами из России и Ирана. Музеи страны станут бесплатными для школьников. Посетить учреждения можно будет каждую последнюю среду месяца. Доступны будут все культурные объекты без территориальных ограничений. Сейчас в Беларуси огромное внимание уделяют развитию молодежи. Для них проводят акции, составляют туристические и экологические маршруты. Осень укрепляет позиции. В Бобруйске завершена подготовка к отопительному сезону. Специалисты жилкомхоза выполнили все необходимые работы. Отремонтировали крыши, заделали стыки стеновых панелей, провели гидравлические испытания батарей и остеклили подъезды. К осенне-зимнему периоду готовы 1128 многоквартирных домов. 777 из них с центральным отоплением. Жиреу Первомайского района и Жиреу Ленинского района полностью подготовила жилфонд к отопительному сезону. Кроме этого, получены паспорта готовности на теплоисточники. Все 19 котелин наших предприятий готовы подавать тепло как в жилые дома, так и в объекты социально-бытовой сферы. Главный критерий включенных батарей – температура воздуха за окном. Первым делом тепло поступит в больницы, детские сады и поликлиники. Только после – в жилфонд. Последние в очереди – административные здания. При этом столбик термометра должен держаться ниже 8 градусов минимум 5 суток. Золотой урожай. Традиционные ярмарки сельхозпродуктов начинают свою работу. Первая пройдет уже 17 сентября. Дальше – каждую субботу и воскресенье вплоть до 6 ноября. Время работы – с 9 до 15. Основная торговля развернется на Горького вдоль 41 дома. Покупателей также ждут и на городских рынках. На Держинского – 4, Минской – 123 и Карла Маркса – 49. На ярмарке будет представлена сельхозпродукция – это овощи, фрукты. Также будет представлена продукция растения, саженцы. Все могут прийти с хорошим настроением, поучаствовать в этой ярмарке. Как поучаствовать, так и приобрести какие-то товары. В этом году на ярмарке будет представлен большой ассортимент мясных и хлебобулочных изделий. Покупателей ждет приятный сюрприз. Компании «Цимус» и «Домочай» предоставят скидки. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите, это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!